Боже, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божьем, помилуй меня грешным. Прибудьте с нами, Владыка. Мы к ногам, Коему приносим наши просьбы. Все устроим. Расположись в сердца нашего принятие великого спасительного таинства в истинной церкви. За все Тебе, Господи, слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь. Мы в простоте от Сибири рассуждаем вокруг этого стола. Можете садиться здесь, можете туда зайти. Да, есть странная порядка, какие у нас были. Нынче мы не в лагере, и пришлось кое-что изменить. Когда так было, когда крещение, уже в Сарковом Пресвятой Совет из Барнаула человек восемь. У каждого дается два поручителя из общины. Кто-то думает принять крещение, ходит на занятия, университет. Ну, с кем-то даже познакомился. Ну, выбери кого двоих. Мужчина, мужчина, женщина, женщина. И они будут там приходить, узнавать, беседовать, заниматься, заниматься, чтобы у тебя продвижение было вперед. Притом, выбираешь ты людей. Если тебе покажется, что очень строго, то ты исследуй не только их для себя. Друзья, что строго, вынесите на рассуждение, вы побеседуем. Вот позапрошлым году к нам подлежал Димитрий Сорокин, баптист. И мама его, баптистская, и жена баптистская, и ребенок. Он принял крещение, а жена упиралась. Я ей все доказал, все по Писанию. И все говорят, вы, женщина, никакой логики-то нету. Она ни на один вопрос ответить не может. Но у нее там подружки, и она совершенно не понимает по-духовному. Христа изберегает. Что это не церковь. Баптисты, да, хорошая, а там хороших в аду очень много. Есть такой фильм «Сбежавший из ада». Видели? Ну запомните, «Сбежавший из ада». Вам надо записывать. Если есть, пытаются сдать там бумагу. У нас там все есть. Кому-то обратиться там, войдя. Вот. Потом заявление писать. И она ни одного слова никто не может сказать. Потому что разобрали вопрос о священстве, о церкви, это главное, можно сказать, самое основное. Так, потише можно видеть. Вопросы, которые человек должен разрешить. Как в Писании «Бог повелевает». Бог повелевает, всякая тварь да и умолкнет. Зачем тебя рассуждать? А я хочу понять. Понять. Вот тополь растет. 30 метров высота. Скажи, как туда влага попадает на 30 метров? 30 метров, чтобы поднять высоту, это очень крепко надо качать. Притом на все листья. Тебе кажется одно дерево. Но это дерево, если сейчас скрыть, ты на машину не уложишь. А земля осталась такая же. А там ничего не было. Было семечко, оно истлело. Воздух, солнце, вода. Что участвует? Это не вода. Преврати все в опилки. Это машина получится. Тополь-то вот какой-то. Откуда это все появилось-то? Вот мы спилили, никакой ямы не образовалось. Превратилось это все. Откуда? И земля не уменьшилась. Видно, вокруг одна один ловлю. Я тебе говорю об вещах обыденных. А ты говоришь об духовном. Духовно, понимать, духовно. Он сообразует с вещами духовными. И в духовных вещах самое главное, по-простому. Не погибнуть, а спасти душу. Это Евангелие Тяна 3,16. И вот так Бог подзубил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Нем не погиб, но имел жизнь вечную. Так, вы завладели всем. У вас ручки есть? Листочек дайте, пожалуйста. Листочек мне дайте. А, есть он. Ручки. У меня есть ручки. Можно еще есть у нас. Почему так я бы еще? А, есть? Потому что вы еще не дышать не могли. Ваших городах у нас готовых нет. Сейчас есть. Если бы были бы друзья... Сейчас есть. Ваши. Вот теперь для кого-то мы вас будем знать, следить за вашей жизнью, возрастанием во Христе. И кто-то оттуда будет, мы скажем, а вот такие-то там-то. Вот там-то пойдите. Я был бы счастлив, я с этим и ехал к вам. Да. Потому что одному быть очень плохо. Ну, очень даже сложно. Но, однако, возможно. Если вокруг все погибаешь, и тебя с ними соединяется, зачем? По гимнерному состоянию. И поэтому нынче вот так, левые интернетные пришли. Поэтому поручителей никого нет. Я немного там переписывался. Совсем вот. С кем-то я не переписывался. Так. Ну, вот она приехала, Марина, пораньше-то. И каждый день что-то вылазит из нее. Она-то как будто бы все нормально. А получалось, сын здесь ненормальный. Ненормальный на 100%. Абсолютный парень отсутствующий. А для нее он святой. А он же общение с людьми не знает. Ни к Богу, ни в храме, нигде. Определенно. А она ревнует. А ревнует часто не по разуму. По разуму это посоветовать. Так, чтобы вещи не испортить. Вот. Мы задаем вопросы. Вот есть такая книга. Крестиному православию. У кого она есть? Вот у двоих есть. У меня в электронном виде. А? В электронном виде. Ну, почему в электронном? Ну, вы же все книги получили. Ну, они еще с Москвой ко мне-то не пришли. А они у вас есть. Ну да. А они у вас есть. В Москве, да. Вот, когда хрещение примете, я вам подарил бы, да. Это мои книги. Вот, книги дались овощи, непросто. Сорок лет собирал материал. Сорок лет, похрупился. Одно выражение Иеронима Средонского еще стоит. А его нигде нету. Он святой, такой же посчитаемый, как у нас в Восточной Церкви. Ян Златоуст, так западный Иероним Средонский. За перевод Библии на латинский язык. Ульга-то называется. Вот. И чтобы Иеронима Средонского одно предложение взять, я должен знать, что он сказал. А его прячут. Прячут в церкви. Выпустили и прячут. А почему? Он обречал священство. О нравственности и священства. Книга называется. О нравственности и священства. Если бы где-то Иеронима Средонского. Он прямо пишет, какие священники. Что они сделали с церковью. Язычники от руки переписывали это. Вот вы какие. Вот, вот, вот показывали. От него друзья отвернулись, а самые близкие. А теперь мы никого не знаем, а он остался. Он видел, так нельзя. Как сегодня заводу 300 рублей, а нет, это вообще не было. Мало того, что с линями даже. Он говорит, договаривай дальше. Еще откуда у тебя течет что-то? То есть все в воду превращаем. Ну, глупость. Умщение 12 апостолов, это дедахи, считается подложенным материалом. Но, однако, все же говорится. Крестить в проточной воде, если нет стоящей воде, в озере, не в реке. А если нет, построить большую купель. А если этого нет возможности никакой, то тогда возлей воду, теплую такую, возлей. Возлей, это означает раздеться. И одно ведро вылет на него во имя отца, а второе ведро весь должен быть. А так, кстати, не обливает. Обливания-то нет, это не обливаться. Это мощенство. У нас тут будет сейчас вопросов. Я сейчас скажу, сколько вопросов. Простенькие вопросы. Ну, и придется отвечать. 11 вопросов. Давайте. Как будете отвечать? 11. Возвращение по порядку. Первый вопрос. Читайте? Конечно. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос? Так, вера во Святую Троицу, и кем является для вас Иисус Христос? Ну, начинайте. Я верю, как верит православная церковь. Кто больше, кто старше? Отец или сын? Ну, они равны. Святая Троица. Отец, сын и святой дух. Но сын находится в подчинении отца. Он творит. Они все как бы один Бог в трех лицах. Они все равны. Троица одиносущная, нераздельная. Правильно. Так, дальше. Кем для вас является Иисус Христос? Как? Кем для вас является Иисус Христос? Разъясни, и кем он является для вас? Ну, Иисус Христос – это Бог и человек. А, ты сейчас? Да, думаю. Ну, это Спаситель наш, по которому мы спасаемся. Это Тот, Который умер за нами. А почему Он Спаситель? Потому что Бог послал его для нас, чтобы спасти. А без этого нельзя было Спаситься? Ну, не могли. А почему? Ну, не было связи с Богом. Потеряно было. Я много, очень много считал разных пояснений на разные слова. И в большинстве думаем так, что можно сказать более просто. Вот уныние, приходит человек, уныние, середина спалит. Что означает? Там ты лог, совершенство, середина, там все ты, а ты толкуешь. Я отвечаю одним предложением. От плохо сделанной работы. Как так? Просто плохо молился. Плохо постился. Плохо строил. Плохо спал. Все плохо. И поэтому у тебя уныние наступает. И все, не по-моему. Дочь без благословения замуж выскочила. Сын напросился в армию. Видно? И благословение видно. И причина в недоверии Богу. И вот этот вопрос я сейчас задаю. А Бог прощать может? Взять его так вот. Мой Бог. А ладно, прощаю. Может или нет? Вы говорите нет. А? Вы всегда говорите нет. Почему я говорю? В Писании об этом говорили. У меня делается выражение. Бог никогда никому и ничего не прощает. И не может простить. Это вопреки его свойствам. Потому что возмездие за грех смерть. Вот оно. Пожалуйста. Вон там. Возмездие за грех смерть. А помиловать может? Помиловать может. Только если грех искуплен. Он не может помиловать. И это не его свойство. Он не может Бог этого сделать. А что Бог не всемогущий? В человеческом понимании да. А на самом деле нет. Всемогущий. Он сам себя отречься не может. Написано. Далее. Бог не лжет. Сказанное слово не забывает. Не оставляет. То есть. Он не делает неправду. Бог не может делать неправду. Он не может. Это не его свойство. Ну сказал бы неправду. Да и ладно. Как там прошло. Никак. Грех и смерть. Все согрешили написано. Все решили славу Божию. 13-52 Псалон. Четко прописано. Не может. И вот поэтому. Раз он не может. То за грех должен был умереть кто-то. И этот кто-то является его сыном Божий. Это Божий план. Таинственный был. Что-то, видимо, я так думаю, слышал сатана на небе. Ну, прочитаем немного глава. Сяду в сонню Богов. Буду подобен Всевышнему. 14 глава Исаии. Исаии 14 глава и 28 языки Илья. 28 языки Илья. 12-е откровение. Которое говорит о свойствах дьявола. Какой он есть? Он лжец и клеветник. Клевещен на братья день и ночь. Но немного ему осталось времени. Ибо знает он, что приходит день его. Немного. Это немного. Сто лет это немного. И мы должны просто для себя очередь еще в таком взять. Бог прощает, когда грех искуплен. А если он не искуплен? Не искуплен. То есть Божья справедливость не удовлетворена. Он принес жертву. Говорит, а кому принес жертву? Себе, Богу или дьяволу? Вопрос как ставят? Ставят неверующие. В жертву за грех. Всеобщая большая справедливость. Возмездие за грех смерть. Римлянам 6.23. А дар Божий. Жизнь вечная на Христе Иисусе. Вот Римлянам 6.23. Это вторая часть предложения взята. Дар. Даром. И вот если бы мы могли маленькое воображение развить. Как у Бога идет Совет в Троице Единой. Я так сделаю, даром будет спасение. А как интересно. Вот допустим, а сын говорит, а как это будет? Мы этого нету. Но мы, как Златоуст говорит, воображением доходим до этого. А что сделать? И сын мой сказал. Он сказал, говорит, уготовил тело мне. Я сказал, вот я иду, посланник Еврея пишет. Он тела не имел. Его ангелы не видели. Почему 4.16? Прямо написано в Екатерапее, что показал себя ангелом. И только там, и в другом месте. Показал. То есть они его не видели. Они увидели его рожденного в Еслях впервые, может, за миллиарды лет. Мы не знаем, сколько ангелов существует. Ну, по крайней мере, уже в бытие он упоминается ангел. Вот когда мы начинаем рассуждать вот с этой позиции, тогда все просто и понятно. Бог не может просить. И поэтому до Христа все до одного шли, преисподними, со всех. И Самуил, оттуда его ведьма вызвала. И Моисей. А если бы Богородица умерла, и она там же была бы. Понимаешь? Но удержать... Так. Удержать. Смерть не может праздник. Он лопается. Вот почему образно изображает, когда Ярд Креститель сошел к преисподнюю, аж треснул. Ворота, запоры все от святости задрожало. И поэтому Господь пришел, все разрушил, пленником выявил на свободу. Свободу во Христе. И вот это знаю, тогда мы понимаем, что мы приговорены к смерти за грех, приговорены окончательно, бесповоротно, и хоть за болезнь, как говорят. И ты не... Ну, облегчит участь как-то. Ты знаешь, за что страдаешь, а избавить не можешь. Возьмись за грех смерти. И этот кто-то, безгрешный, един свят, един Господь Иисус Христос. Един. Святых больше нету, которые в самом себе. Наша святость от Бога. А Он является самосущественной святостью. У нас есть и милосердие. Но милосердие, взятое на уничтожение Христова. А там самосущественное милосердие. То есть в самом себе. Мы свет миру, вы свет миру. Но мы свет, который падает от Христа. А Он сам по себе свет. Еще, что бы мы ни говорили, мы каждый раз должны добавить. Он сам. Самосущественный свет истинной жизни. Вот. Ну а теперь вопрос дальше. Кто такой Христос? Спаситель, умерший за меня, взявший мой грех. Мой грех понес. И все, по пораде сказать. Третий вопрос. Обрели ли свободу во Христе Иисусе от домашних своих родителей, супруга, соседей по работе всегда посещать богослужения нашей церкви? Так, свободу приобрели или нет? Свобода означает, ты идешь в церковь, а ты сегодня не ходи. У тебя претендуют где-то. У тебя свобода или нет? Ты скажи, шесть дней я дома уродаюсь, шесть дней я тебя зарабатываю, седьмой день Богу. Субботу не нарушайте. Суббота Ветхозаветия, она указывала на воскресенье. Значит, у нас воскресенье. Так было всегда. У христиан было всегда. Воскресенье Христово. На воскресенье возлагаются другие заботы. Посещение больных, сирых, дроп, одиночных. Как ты можешь. Это мы должны проще для себя говорить. Воскресенье – это суббота. Потому что в субботу Христос почил, отделся их в Ветхом Завете, а в новом твое все новое, и это новое, не вешающее уже. И оно до нового Христа. Дверь придерживается. Дальше. Ветер, что ли? Да. Всегда ли выходите из храма при возгласе оглашенной и зайдите? Общай. Вы должны отлететь, да? Обещай, если сохранить всеми силами свободу во Христе, во всем, и особенно на посвящение богослужений. Вера, в кавычках, в душе – смерть. Она есть неприкрытое отречение спасения, от движения вперед вершим. Это отречение от Христа. Христос такое в душе не давал, говорит, идеи проповедует. Даже бесноватому гадаринскому. Он хотел пойти со Христом, а Господь его не взял. Идеи проповедует. Идите по всему миру. Да. Дальше. Четвертое. Твердо ли обещаетесь исполнять написанное в Библии каноны соборов, книга правил, устав нашей общины, церковную дисциплину в 12 пунктах? Ну, это нас вы посчитаете. Это не оглядывайте, как стоять, не пропускать богослужения, все бесплатно. А сегодня это написала мне Екатерина, что там деньги полк требует. Я так написала, скачи от него, не судьи, не разговаривай с ним. Потому что за это Бог взыщет, что ты не попал. Поэтому на тебя нападает, а ты благодари. Вот нас касалось, закончили с нами. На лагере летом. А что изменилось? Там еще на лучшую ступеньку поднялись. Это Бог так сделал. Далее. Обещаетесь ли быть живым свидетелем о смерти и воскресении Христа? Приобретать души для Христа, для Царства Небесного? Проповедь, свидетельство и жизнь, и словом, везде тайна и явна. Да. Вот так обещаешься. Да. Не молчат, не на работе, нигде, свидетельствуют. Вот разные там свидетели, вовы, они не молчат. Они идут от двери к двери, и самая быстро распространяемая секта. Они на самых отдаленных местах каждого континента находятся. Разрешили ли свой семейный вопрос? Зарегистрированы ли? Если да, то супруга является законной, и до смерти его не имеешь права соединиться с другим. Да. Сразу решить. Ну ладно, когда жена верующая, все заодно, тут все проще. А бывает так, что против. И поэтому неразрешимый вопрос. Это не является препятствием, но тебе неудобно от этого. Ваши отношения к людям с двойным дном, к наушникам, сексотам, разглашающим тайну. Грех Иуду устрашает ли? Пишете ли стихи, рисуете ли что и как? Слушаете ли статанинскую музыку? Ведешь ли дневник? Веришь ли с нам, приметам, норма поведения, норма по времени на сон не более семи часов? Вставать рано. Какая трата на еду? Упражняешься ли постоянно в милосердии, подаянии, милостыни? Ухаживаете ли за больными? Посещаете ли больных? Участвуете ли в похоронах, в поминках? Порвали ли с вредными безбожными друзьями? Сам себе прочитал и ответил. Вопросы они исключают. Они с товарищами, что по-прежнему отвечают. Зачем? Ты его засвидетельствуй один раз, а не принял, отойди от него. Не нашим языком камеры обливать. Один раз только. До кого бы друзей начинают? Ну иди тогда, жми с друзьями. Они тебя первые будут, уничтожившие все, что есть. И с ними знать, зачем. Я так вопрос и составил, чтобы человек, занимающийся, понял это. Как? Еще? Обещаетесь ли... Обещаетесь ли слушаться, подчиняться своему духовному отцу и наставнику во всем, что касается спасения? Готовы ли советоваться, обращаться к нему за разъяснением? Это очень трудно. И ничто никак не в содействиях. Это вообще, вообще не хуже. Я сам увознанно встану в ленте. Так. А как? Ну как? Советуйся. По житейским делам мы как-то тут еще иногда соображаем, когда сами не знаем. А в духовных вопросах намного сложнее все. Я не знаю, бываю в этом домике, я называю Скворечник. Я как-то готовил книги, когда вопросы, которые мне задавали в университете. Парагин, там. Я кучей там. Около четырех с полнотысячных вопросов было, бумажек столько. И приехал один священник, отец Владимир Константин, и он залез у меня на кровать с ногами, так ему удобно. И вот это вот грибает, куча, вот такое, навалено, а записывали. А записывали на радио и в милиции, везде. И он отобрал 10 вопросов. А тут я романахсирую, я сзади так хожу, а вот печатаю быстро. А я говорю, меня трогают люди, а я, наверное, делаю местописание, какие святые отцы, какие каноны. А вот что, кто-то спросит, я как будто его первый раз говорю, зачем ты это сделал? Я тебе отвечаю, я должен сразу и мгновенно переключать на другой канал, а я тебе это не надо. Нельзя мешать. Я очень-очень большую информацию перерабатываю в голове. Ваши стройтовы до 20 тысяч пайлов. Тысяч, одновременно, я думаю, надо 300 пайлов в России за 300 лет, что сказали по определенной тематизме. Ну и он, ну что-то, ну, я на штабе говорю, и так ответил, он избрал вопросы из этой почки, какие его интересуют. И думает, я, на тебя так, ну священник, священник, какой ответ. Я отвечаю, опять не так. Я говорю, ты не так, да ты еще не означаешь, что я ответил правильно, а ты неправильно. Нет, это правильно. Он даже не называет свой ответ, он понимает, что у него неправильно. Вот выступают у нас известные священники, которые, ну, по порядку им не важны. Вы знаете, сколько они возможностей теряют. Библии приводят. Он начинает говорить, я говорю, разрешу, совершенно не то говорить. Я его проверяю, думаю, ну, за 5 минут я от него ничего не оставлю. Даже пылинки не будут. Бог говорит так, а ты так. Бог говорит, Бог, я тебе привожу место писания, приведи ты, покажи. Он не может, потому что, ну, где-то написано. Я говорю, нет этого написано. Как вы утверждаете так? Ну, нету, и все. А больше люди так и говорят, ну, может, где-то написано. У меня этого, может, нету. Я тебе сказал, нету, и все. Раз, поисковик, нету. Симфоний, нету. Но где-то было, где-то было, где-то слышал. С этим согласен. А где-то, да, опереться ты не можешь. Ты на дорогу выехал, тебя интересуют только правила этой страны. Не то, как в Японии, какие правила, или в Египте. Так? Поэтому в Божьем доме правила определенные. Считай дальше. Своими ли руками добывайте на пропитание? Или все время тянет в коммерцию? Своими ли руками? А почему таки? Это я составлял вопрос это под вопросники. Чтобы увидеть человека, какой он есть. Своими-то руками зарабатываешь? Да. Своими? Не так, чтобы только купить. Тесто там сосиски называют. Паразивное название-то такое. Сосиски. Запекают туда и ходят по базару, продают там, этих торгашей кормят. Ну какая-то работа. Я считаю, работа самая важная, самая-самая важная. Это в деревне жить. Хлеб зарабатывает от земли. Вот у нас Игорь Барабаш. У него немного. 250 гектар. Это по пол гектара, если и то 500 человек. Это он, ну, несколько тысяч кормит. Кормит. Ну, получает деньги. Сладенько. У него 36 рогатого скота. Это бычка. Вот, да. О, шины там разные. Все растет. Курицы. Вот она здесь держала. Кажется, 450 у нее только сыплят. Вот они сейчас, может, пойдешь, увидишь. Вот здесь угловые прям ряды. Своими руками. Это главное. На втором месте, по важности, это прикрыть наготу текстиль. Те, которые материю изготавливают, которые шьют, тело прикрыть. На третьем, строительство. Но тогда в раю был голый, дерево венел. Это первое, накормить. Второе, одеть. Бог одевает ему. Ты скажешь, я не согласен, но почему так говорится? Он был голый, не стыдились они. У них все было детское. И третье, когда я Бог узнал, понятно, он искал, где-то пещерый, где-то вот крыса там. Это строитель. А второе все. И все стоят в очередь. И с вырезанными чашками, кто еще их приснет. Вот вопросы заданы своими руками. Я это говорю, потому что я профессиональный строитель. Я всю жизнь в достройке. А свободные дни я пещи, 40 лет пещи только делал. Это очень заработно. Дальше тебя уважают. И хорошие деньги платят за это. Пещи разные, там с котлами бывают. А к пещам это и кто котлы делает, это все относится. Строительство. Ну а дальше все остальное. Притом, если ты начинаешь работать, то Бог благословляет тебя. Ну у нас сколько? Пол гектара. А народ с усадьбой пол гектара. А у него 250 гектар. Это техника. Так это не все. Рядом фермер живет у нас. У него 7600 гектар. 7000. Комбайны, новые, новые, люди, работают, обеспечат. Он к нам хорошо относится, приезжает. Каждый год мне давал два мешка семечек для голубей. Женя дал Бог. Такой вот. Крепкий. Из себя можешок. А начинал буквально с нуля. И воровал. Строго. Везде строго. И люди знают, работаю у него. Там чуть не в 4 раза больше нормы, которые получаешь. Ну если заметил ворую, там сразу думаешь. Значит, своими руками добываешь хлеб. Все своими. Дальше. Не уметь и от внешних порицания, не кричать во гневе и раздражении. Так, подожди. Это другое. Запятая, смотри. От внешних. Нарекания. Так они внешние, то есть неверующие. Рядом соседи живут. Ну надо учитывать и это. Вот соседи бывают. А это чего? Он включает музыку громкую. Люди спят, отдыхают. У верующих вообще этого не должно быть. У нас в кустах написано бесовскую музыку. Просто все поднимаемся, уничтожаем ее физически. Кто-то пострадает. Но по-другому никак пока. И здесь, в Вречне, имеют нарекания. Ну как нарекания, какое? Я рассказываю, этот случай, так вот забор. И у одного растут здесь яблони. А у соседа того. Ну яблони, это она живая широкая. А здесь живут верующие, а там неверующие. И верующие ребятишки, вот они подрастают. И они собирают яблони. И у того дерева там, а оно к нему, это. И они из того дерева, соседнего, собирают у себя. А которые его дерево туда, они через дозор лезут, это с нашего дерева и собирают. Кто-то говорит, если с вашего, то с моего, то тогда отдайте. А они не отдают. Это уже нарекания. Вот у меня знакомый один, а живут около озера. И сосед ставит, там вождушки, рыба. А тут рыба не стала ловиться. А оказывается, пацанят у верующих здесь. И они приноровились, вот туда к нему, вытаскивают, затряхивайте. Сосед их поймал на этом. Но этот приехал сюда, говорит, ну что делать, говорит. Я же не знал это дело. Ну что, ты вообще заплати. Второе дело, отдели их как следует. Крепко отдели. Чтобы вода закипела в озере. Ну а дальше будет видно. Своими руками. Нет. А как нарекания. А сосед этот дальше обязательно скажет. Вот у меня поселились рядом православные. Такие хапуги. Ребятишки рыбу воруют. В огород лезут. Ну какие-то верующие. Тьфу, срап одень. Вот это вот с нами что-то не было. Не было нарекания. Нарекания, борицания. Вот вопрос задает. Как? Живешь у тебя соседей. Встречаешься. Какие отношения? У меня соседи. С одной стороны, они были, включали музыку. И невозможно в мире открыть. А что делать? Ну, больше после 11, если они обуянят, можно позвонить и рассказать милиции. Мы ничего не делали. Не звонили, не стали молиться. Посолили его, его нет. И все кончилось. Все. Нормался за другое где-то. И дальше его нет. Бог так как-то делает. Именно так, как я никак даже не думал. В один день. И все свернулось. И опять полная свобода. Вот я по этой улице иду. И вот где у нас там заворот. На самом завороте, на клинии туда идти. Пацанова, мол, поликарп жил. А мы с товарищами, сестами, с братом дружили. Ну, дружили как, на той квартире жили. А ему что-то не понравилось. У них бабка парализованная. Плохо-плохо за ней ухаживает. На вся пролежье. И мама что-то наша испечет. И проскорище отнести надо. Ладно, ладно. И он увидел, что там принесли эти дороги. То ли зависть взяла, то ли еще. Он еще раз пойдешь, я тебе башку оторву. Вот такая ручка. А я уже в технику научусь. А вот такой из себя еще раз. Я тогда хожу здесь через Тварь, еще другая дорога. И столько уехал, мне сообщают. Поликарпу похоронили. А вот такой грязнули был. И, видимо, на гусенице налил там это дело. Поскользнулся, упал. И ребра-то переломились и воткнули в жизненно важные органы. Все, никто не угрожает. А соседи незаконные парализации. То есть, он что-то мог сказать? Нет. Он ничего не мог. Поэтому надо, чтобы соседи плохо не говорили. А здесь сижу в Варнауле. Где бы мы ни были, соседи все... То есть, я на улицу выхожу, а потом у нас было там настроительные. Сидят мужики, угадают, лохтюк. Выш, вышел. Вышел, все. Матерятся, а форточка открыта, слышно, они меня не видят. А как я вышел, тишина. То есть, это означает, нет никакого порицания. И страх, и уважение. Нигде не лезь, где не надо. Не встревай. Пройди потихоньку. Как Феофан Законик говорит. Ну-ну-ну-ну-ну. На лошадке базар проехать-то. Скорее. Между куплей и торговлей вторгается грех, как между камнями и сбиваются гвоздь. Камни вот здесь. Ну, туда и сбиваешь. В это место. Так и это. Купишь что-то, на что-то перепродать. Менеджеры там разные. Машина-машину. Ты изготовь машину. А то устроился, он теперь машину помогает продавать. Или... Ну, что-то. Да, я переплачиваю. Мне некогда. Ну, это и правильный, что оно дорожит. Оно в каком пределе. В каком. Это надо знать. В какой процент. У тебя за счет этого и живет. Ну, а здесь грабеж настоящий. Притом конкурентов старается уничтожить. Подсылают, подсыпают. Мы тут приехали, лесопидли за воду. А мужик так огородился и попутно вещах держит. Утром встал, 20, а вещах дохлые все лежат. Я не знаю, это что-то я терплю. Но когда вижу овечки и отравленные все. Он говорит, ни мяса нельзя, ничего нет. Застрелили бы то еще не так. То есть у тебя, если ты работаешь, обязательно будут конкуренты, злодеи. Надо увидеть, как-то это перевести. Я вот в печник работал. Они там какой-то татарин. Бригаду организовали их. Начали строить, пещи делать. Не говорят, он сам не работает на меня. Я только прорабом был. А, нанимают. И мы его в бригаде. Это мне надо было, что-то был сосед на дело. Это я никого не хочу. А я говорю, я знать никаких татар не знаю. Что придумали-то где-то. И их отрезали все. Конечно, ей неудобно было. Но без последствий. Никто на меня не нападал. Не кричать во гневе и раздражении. Ну, во гневе. Те, когда приходят, вагон говорят, что ты доклада, что ты проклятая. Этого не должно быть. И так сделано. Сообразуйся. Место, время. Как. Я еду на дорогу и везу, сказали, племянника привезти. Вопрос здесь. Вот соседи там, общий вагон, который на столик что-то выставляет. Вот так. Он встает, перед столиком стоит, смотрит. Раз дали, другой дали. Я везу, жуется. А что жуется? Ну, клетку там, шоколадку зазу пила. Что на это сказать? Я ему сказал, как только соседей разворачивать на обед, он опять встанет и стоит на бродик. Я его взял с собой в туалет, вывел в тамбур и проучил. Так, еще будешь? Нет. Как только соседи начали шабаршать, он опять лежу, потянулся к ним. Ну, неудобно лежать. Я качал только сразу назад и больше ни разу не пошел. Все. То есть, не кричать, не надо в раздражении. Мать, там, она такая, да он такой, ребенок уже видит, что бит, он раз под кровать. Вот этот паразик такой, да сколько мощится, она берет туфли, да туфли его. Ну, прошло-то минут, пять-десять она, мать, да ладно, вылазь. Вот она полезла, она прямо в песок. Белый, он мертвый уже тоже. Каковы ей. Это надо ее потом встретиться, на глаза смотреть. Она лишилась жизни, не его, а себя. Она ни о чем не может разговаривать. Я все представляю. Так зачем тебе было в огне? Это ну не так сделал. Да, разбил вазу. Ну, это действительно так. Ну и дальше что? Серафима пошла. Вот смотри, она идет как. 90 лет бабушке. А до того, что резвый, чистый ум у нее, такое наставление она дает. Ну, посмотри, куда они, ко мне ли она идет. Она ко мне в гости ходит, мы дружим с ней. Дальше считай. Не надмивайся, не превозносись, бойся слова прелесть. Не гордись, что делать тебе все легко. Так, ну, подожди, подожди. Она идет сюда. 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 Не надмивайся. А вот я знаю, там, кто с тобой разговаривает. Сюда иди. Никогда не надмивайся. Позвольте. Если что-то, то чего ты не знаешь. Обязательно. Не умеешь. На другим. Особенно, когда другой не так сделал. Не надмивайся. Далее. Бойся слова прелесть. Вот слово прелесть этого православного. Прелесть гордыни. Прелесть. Прелесть гордыни. Приготовьтесь. Если вы будете что-то говорить, то обязательно это будет. Чтобы не упало. Туга, вот, я ступлю с собой. Данечка. Да. Она круглая торгает. Смотри. Опасно. Как звать? Даниил. А? Даниил. Даниил. У нас пара соседей нету. Хозяева в этом доме жили. Даниил будет. Никого не считают в прелести. Ну, бывает. Вот она. Вошел в ней муж. Он в церкви прислуживает. И просто в прелести. Ребенка крестить в доме сам. На папа надеется или не надеется. Не знаю даже. Она рассказывает. Такой муж, такой верующий. И вот эта ситина неодорога оставила. Живет с ее дочерью. С ее дочерью. И все-то хорошо. Вот это я слушаю человека в прелести. Ты бойся этого слова. Вот это реально. Вот они. Дальше. Не гордись, что и тебе все легко. Так. Это не надо гордиться. Так, проходи, пожалуйста, сюда. Не гордись, что тебе легко дается. Потому что завтра может быть по-другому. Господь может послать или болезнь, или что-то. Внимательно дальше. Это по крещению готовятся. В воскресенье. Крещения будут. Мы урок проходим. Дальше. И уже в тот грех не впадешь. Святые отцы советуют никогда не встречаться с теми, с кем имел грех. Особенно плотское соединение. Плотское соединение. Ну, бывает так. Он сам обратится, а осталась его половина какая-то там. Ну, не законный связь. Не веришь, ничего. Ой, я ей буду говорить, а она к Богу обратится. Не обратится. Космическая гора засосет тебя в космос. Это втягивание большей скорости света. Ты не успеешь воркнуть, как тебя не будет. Святые отцы советуют так. Если ты был там прелюбодеем, блудником, то место обойди. Не звони. Не разговаривай. Если обратиться, она через Богу обратится. Тебе путь закрыт туда. Ну, знаете, вот на войне как бывает. В одном месте нужно наступать вперед и ломить надо. 43-й год наступил. А бывает такое отступать. 41-й год был. А бывает держать оборону. 42-й год. Только в Москву не знать держать. Так вот, есть грех, на который надо наступать. Решительно. И как? Сребролюбие исполняю. Перехожу на бедное существование. Посты строго исполнять. Молеть то, чтобы звучало тебя днем и ночью. Все. А с блудом отступать. Бороться нельзя. Не подходи. О, я такой. Да у меня тысяча голых женщин. Я не... Подожди. Ага, остановись. Ты на одной утонул. Да, ты тут лично набрал. Как написано? Бегайте, блудодеяние. Бегайте. Апостол Павел говорит. Отступай. А она выше на площади. Я вам уже говорил, командировку. Я тебя с рукой искала. Комнату надушила. Приходи, будем уплывать Серебролю до утра. Саламон пишет. Седьмая глава. И он пошел, как волк, как быт на убой. Я смотрел через жалезы, через решетку окна. Веселье, в судоке. В сумерке, в темноте. И она говорит, рыщет везде, на площадях ставит колы. Капканы, кого поймать. И он дуралей пошел, как олен идет на выстрел. Доходит, стрела не пронзит в печени. И не выйдет, сверкая желчью. Подробно. Бежать. Это такая порода, которая мимо не пройдет. А женщина, когда написано, житие святого Василия Нового, Мерентина там была, ведьма, красавица. И она так положила глаз на мужчину. Мужчина обязательно с ней согрешит. Влюбится в нее. Она его тут же бросит. Ну, видели, как мастера Маргарита Булгакова. Как она на Мернии летела. Кого она там могла отрещать? Но! Она нарвалась на такого, который отверг ее. Ты зараза! Пошла вон отсюда! И она на него такую болезнь напустила. Он не мог даже шаг шагнуть. И жизнь его повисла на волоске. Уже там, где-то и идет, в том постороннем мире, волны. И только Василий Ильич за своего Гришик поболелся. И тогда Бог его послал, кажется, Георгия Победоносца. Он его вызвал оттуда. Она могла птицу остановить на лету. Птица летит, крылья не мая, что это остановилось. Могла реку повернуть спять. Мужчин не было ни одного в окрестностях, которого бы она не соблазнила на грех. А другой думает, ну на меня бы нарвалась, я бы показала. А то не успел показать, как уже все кончилось. А как эта молитва? Апостол Иоанн говорит, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Никакое еще радияние не должно даже именоваться. Вот Кашпировские смотрели телевизор. Восемнадцать лет, такому же Кашпировскому нельзя в церковь заходить. Восемнадцать лет приранился к вольному убийству. А если ты только лечился? Лечился только. Там, смотрел сеанс, заряжал воду, еще пока на пять лет. А если просто так, в дом пригласил, ну заходи, ну, хороший ты, Анатолий, заходи. На два года отпущаешься. Ты за ограду не запусти поганцы этого. Он знает, что все чисто силы. Это колонны, правила, соборные, святой православной церкви. И тебе не надо, а почему так строго, не надо щамкать. Бог сказал, святые отцы утвердили, дай они. Никакий Зарегардский символ. Ни шагу назад. Сектант отчего путается. Придает много значения своему разуму. И всегда пищи не приближает и не отдаляет. Все говорят, и патриарх, и все. Я говорю, где написано? Ну, где-то. Я говорю, первое корейство, 8 стих, считай, пища не приближает. А не отдаляет, это не написано. Она отдаляет. Адам вкусил и выбросил Бог его оттуда. Люди, которые просили разной пищи, в пустыне пали костями. Не продать, не купить, приотехавшись, это о пище речь идет. Не об отельках. А как сатана хитро постел. Пищи не отдаляет. Как еще отдаляет? Ты не постишься, ты уже вне церкви. Человек пост нарушает, но сейчас есть. На два года отключается от церкви. Два года не имеешь права защищаться. За чем святые отцы эти правила написали? По любви. Второй Вселенский Собор, Шестой Вселенский Собор, второе правило, это правило изрекли трубы Духа Святого. Евангелие это путь Царства Небесной. С этим согласны. Вот оно написано. Путь истинной жизни. Евангелие это Христос наш. Но каноны, это вехи, вешки. Когда зимой, чтобы далеко не заблудиться, вешки стоят. Они показывают, где идти прямо дорога. У еретиков у них нет этих вешек. У нас есть. Дальше. Дьявол будет искушать мыслью спасти своего парктера-блудника. Да. Засвидетельствовать ему. Жалеть его будешь больше себя самого. Беги от таких мыслей. Совместно ли квартира, дача, дело, дети. Все это не стоит разговора. Если это не все, смерть. Обжарить дачу. Уйди. Не встречайся. Не встречайся. У меня знакомый здесь есть один. Потеряю его сейчас. Как все, все, что. Ну вот это моя вторая, там третья жена. Вторая, третья. Да она не жена в этом году. Да я ей бы сказал. Ну не ходи, не говори. Пошел. Сказал, сказал. Обратилась? Нет. Она тебя щуки посадила. Ну я тоже знакомых там много было. И она его раз и пришлепнула ему. А квартиру отдай. Квартиру. А там живет еще его брат и мать. А он в самом деле насильничал. Насильник сделал. Но она добавила. И убить хотел. Он говорит, убить я не хотел. Он не воздержит такой. Он говорит, что ж такое будет. А я и дядя. У меня и дядя такой же будет был. Вот и все. И она его огрела. И он сейчас не знаю сколько года, 4 лет пухал там. Но мои книги были у него. Там он их считал. И говорит, раза подверг. Открытым оком. Дальше. Воспитание детей. Доверься Господу. И все методы воспитания приняты от людей. Если они вопреки Библии. Почитай за ничто. Да. То есть никакая ревенальная естественно. Пусть тебя не трогает. Вот у нас здесь этого нет. Дети это вот. Ну дети это вот родители. Ее сын провинился. Приехал материться. Я говорю. Ты знаешь наши порядки? Я его сразу в сарай. Карапива нарвал. Провини губами. Чтоб язык твой пылал. Он не как вернул. Ты нам кое-как прикоснулся. Все. Больше ни разу не материться. А на что сделать с одной рукой? А так трогать нельзя. А нельзя ты мне и не нужен здесь. Повторяю. Не два года. Я 45 лет начальник лагеря. Создатель. 45. Это пол. Да больше пол жизни. Это ей 90 лет. А то половина. И без наказания нет ничего. Без наказания. Это никак нельзя. И собаку отучишь когда. Там то пряник. То хлыст. Это во всем мире так. Рак останется не наказать. Он не наказывал. Он говорит знает. Но не делает. Его надо наказать. Винальная юстиция пока только кое-где. Но тут она не действует. Ну и тоже надо делать осторожно. И так что. Ребенка там не знает. Вот дамя у него заволсы. Это нет. Не дело. Розгай написано. Отец пришел вечером прощаться с сыном. Ну. Сын спокойной ночи. Ангела тебя хранителя. А он говорит. Папа. А вот эту вынеси из комнаты. У него драл до этого. Папа это даже мужей. Папа драл. Он даже не считает. А вот это вот. А там вот. Ребешок там еще лежит. Вынеси. У ребенка это связь. Ассоциация. Ты по слову Божию делай. Как в интернете ролик поставили. Мужчина один. Как правильно наказывать жену. Когда ложишься первую ночь. Плетку положи. Рядом покажи. Немножко так поиграя. А потом уже по-настоящему. Раньше было. Когда замуж выходил. А отец там матиса. Под матисой плетка была. Он говорит. Вот тут я и учил. Эту Ирину я тебе передаю. Мы не можем сказать, что надо так. Но такой обычай был. И она говорит. Как шелка находила. Мусульмане. Ты думаешь. Вот просто так. Он у них очень строго. Не то, что он говорит. Она слушается. Он не знает, как надавить. У них законы пострашнее. Почему она мусульманка носит украшения? Это все богатство. Она ему раз не досадила. Два раза. Он предупредил. Смотри. Еще ты будешь нарываться. Я тебя выгоню. А как ты меня выгонишь? Вот тогда остановился. Сосед. Ты дома? А у него вал такой. Стена сделал. Дувал сживается. Дома. Я развожусь с Машкой. Слышал? Я развожусь с Машкой. Да слышал? Я развелся с Машкой. Все. Она в дом не имеет права входить. Свидетель, которого не видно. Но он ответил. Слышит? Все. До свидания. Она только может выйти. Но если она беременная, она имеет право родить, два года воспитывать, а доставить дитя, не тогда уйти. Это прямо по карану. По шариату. Тут еще нету. Иглу. Она по струнке ходит. В дом заходить нельзя, поэтому все ожерелья она уносит с собой. Они на ней были. И она ходит все время обвешена за ладушками этими. Я просто попутно вам говорю, как у других народов бывает. А у вас как? У вас любовь. Жена верующая, она не должна слова сказать. И она на том, говорит, вышла замуж, превратись в камень. Так, по скамейке ногами не ходить. Превратись в камень, каждое лишнее слово тебе будет в насчет. Это в твою пользу. Ты вышла замуж. Ты не слышала? И чего хочет узнать? Говорит, пусть дома спрашивают у мужей своих. Даже не дорогой, а дома. Чтоб голос твой не слышали. Так это как? Еще будешь спрашивать? Получишь свое. Все закончилось. И были семьи. Какие семьи? Сегодня вот они женились, вот они рядом. Огромный дом. Жить не хотят с отцом. Отдельный дом надо. Пошли. А бабка на той стороне живет. У него бабка. Тоже одна живет. Так живите с ней. Нет, мне отдельно надо. Отдельно нету ни ума, ни средств. Ну, потерять, типа, были сейчас почины устраиваются. Да позалились на мои дома. Давай у меня-то тут шпынять. Я говорю, когда заросшая стояла, почему никто не покупал? Я один? А мне Бог дал. Средства? Я приобрел эти дома и подарил. Ему подарил. Этому, третьему. И мы сейчас ни одного дома нет, не заняты. Все заняты. Вы пришли. Чистая квартирка. Заходи. Приятно? Очень. Все. Так, а рядом вот она, где Наталья-то была. У нее сын наурез. Наурез называют. Под себя. Я отдельно дал. Другая гостиница. Там Сергей приехал. Живер, жил бурдезериста. Даша там. За вами следующий. Это Бог делает так. Бог. Дальше. Не бойся мнения людей, кто что скажет. Рак чужого мнения не угоден Господу. Желаешь обелить себя в очах Божьих, позволь очернить себя в глазах людей. Понятно, о чем говорится? Да. А вот что люди скажут. Сильно-сильно заботятся об этом. Вот авторитет. Зачем тебе думать, что сосед скажет неверующий? Вообще не надо думать об этом. Я обязан это сделать. Я сделал. Сделал добро. Неплохо. Не плохой. Вот так. Давай вставай. Вставай. Говорили не лазить. Ну смотри, как получилось. Нехорошо. Ну давай. Какихофик. Вот так. Ну давай. Наденем башмачок. Давай. Надевай. Давай. Вот больше на скамейку не лазать. Это скамейка виновата. Ух ты какая скамейка. Виновата. Ну все. Вот они везде так учатся. А что, занятия только для этих? А? А где люди еще у тебя? Что такое? Вот это все. Все. Это крещение. А остальные где? А остальные уже приняли крещение. Приехали уже крещеные. Они раньше приезжали полтора года, два года назад. А они теперь приехали просто помочь или что? А я думала, тут занятия. Это новое. Это новые люди. Вот сейчас трое они приехали. Вот машина, они в дворе встают. Там они куда-то больше. Они приняли уже крещение. Сын, мать, отец. Ну ладно. Скоропишься куда-то? Я встань, я встань. Ну все. Дальше. Я думаю, тут люди. Мнение людей неверующих, это то же, что крик вороны, жужжание жука, пинг комара. Слушай, мнение людей это, пинг комара, жужжание жука, как они вороны. Кто-то сказал. Все, он напомнит. Я затолусь. То есть мнение людей неверующих. Ну и что? Ну он думает так. Ну и пусть он думает. Меня тоже упрекают. А вы с кошками, с голубями возите. Сам неприятно возиться. У меня на это время есть. Кошка нужна мышей будет, а голуби по сердцу. С голубями. Понимаешь, нет? Парковит как они. Сестры где? Все непонятно. Котыли славные. Если работа греховна, примени ее. Уйди из учебного заведения, если работа будет не по Евангелию. Вот так. Надо четко определить себя. И никогда не торговать со сбором. Люди у нас были, которые торговались. Ну явно там никак. Абартарии там делают или табачные изделия выпускают. Сразу пришел. Я помню, в Моосибирске, когда я работал. И вызвали, сказали, сфотографируй. Вот такие большие фотографии. Я говорю, зачем? На пропуск. Так у нас пропуска есть. Это военный завод. Большие фотографии. Военный. Да нам же не сказали. Да тебе какая разница? Хватит больше. Я пошел узнавать. Узнал право военный завод. Там авиационный. Я пошел. Заявление на стол. Так почему? Ну маленько ценили меня. Странитель не ворует. Я говорю, нет. Я военно-генем не счастлив. А тут неизвестно еще, чем будет. Военный. Военный. Не надо торговать себе. Я ушел. На низкооплачиваемое. Пришлось мне после выезжать. И там долбить огромные ямы. Под высокая линия идет. Которая высоковольтная. Под нее там глубокие копать. Бетон закладывать. Да тяжелая. Тяжелее. Меньше заработать. На душе легко. Я для Бога это сделал. Во имя Бога. Знаешь как пройдет время. Мне не стыдно будет говорить через 50 лет с вами. И я ушел. Знаешь. Это твой духовный рост в этом. А враги будут смеяться. Дурак такую работу оставил. Дурак оставил. Я спорить не буду. Ну я говорю дурак ты только в твоих глазах. А для себя я не дурак. У меня есть будущее. У тебя нету. Давай. Заявление о крещении. Вы не дали написать. Считайте. Одно заявление о приеме в общем когда крещен был. А другое на крещение. Вот такое заявление написать. О крещении. Это приключительные вопросы. Тут касается того ведете ли вы. И в них вот это вы не пропустили? Читали. Было это? Да. Где? Нет. Следующий. На следующей страничке. А. И пишите ли стихи. И рисуете ли. То есть это не запрещается. Ну хочется сказать. Чтобы правило. Седьмой вопрос. Про Иуды тогда было. Так. Ну давай. Ваше отношение к людям с двойным дном. К наушникам, сексотам, разглашающим тайник. Ну какое. Такому человеку. Разговаривать с ним не надо. Не знаю. Грехи Иуды устрашает ли. Пишите ли стихи. Рисуете ли. Что и как. Да. Это чтобы помочь человеку. Вот бывает у нас девочка тут одна. Дочь глухонемого. Ее видимо он сам рисует. И она кошку вот эту нарисовала. Она кошка прям как живая. Обыкновенная кошка наша. Орышка. Карандаш он простый. Вы слышали как Светлана Копылова поет о тисточке, о художнике? Сейчас. Да. Принесу рисунок. Ну смысл такой. Жил один там маляр какой-то. Потом стал художником. С аукциона книги из-за границы продают. Цены растут. Я однажды увидел девушку пройти не смог, чтобы не запечатлеть ее. И нарисовал. Образ появился. Что надо. Что надо. Она посмотрела и говорит. Хорошая у вас кисточка. А он засмеялся в ответ. Не кисточка. Это я. Я художник. Она говорит. Нет. Вы сами кисточка в Божьих руках. Бог дал талантности. Да что? Бог. Вот она. Видите? Да. Простым карандашом. И она говорит. Я могу ясный день изобразить углем. И темноту ночью показать, как белило вы вывелись. Но уже через минуту он полностью был потерян. Он рисовал. Но было бы за бездарность. Похоже, все мертвое. А тут живое. Именно говорящие. Видишь, как? И он уже в конце жизни всем об этом говорил. Жалко я ночью ей жил. Но она поет это так наглядно. Кисточка в Божьих руках. Да так. Но только вообрази, что это мое. Это я знаю. Это сам я достиг. И все. Бог отнял. Ничего больше не будет. Смотри. Тебя судят потом. Мне одну руку не включай. Никогда. Одной рукой не включай. Придерживаю. Даже не заметишь, как он ударит, и сердце остановится. Порвется. Вот это приблизительно. Вот заметьте, сектанты, если вы видели, как крестят, они берут человека, как называемый креститель, но он не кто берет, его так на спину кладет в воде. Нас и так крестили, ровно. У нас и так крестили, ровно. У нас и так крестили. У меня так крестили. Я не знаю, это редкость какая. Всегда, нигде нет. Песнятики, адвентисты, всегда на спину вот так вот. А с двух сторон или с одной стоят. Это положение вокруг. Писание говорит, мы крестились в смерть его. В смерть. А смерть, он умер, поднимаясь на руках, а опускаясь. Даже внешнее, это неправильно. Ну, вот так. Все на этом. Вопросы? Вопросы. У меня там был такой пункт. Свидетельствовать везде и всем. Тут написано. Ну, давай, я помню. Ну, как сказать? Всем и всем. Этому учить нельзя. Это внутри человека. Это внутри. Вот я обратился, допустим, в полчетвертого. 15.00, 0.00 там было. Семь-то пять. А уже через два часа лоцманский, этот, котировка идет на наш корабль. Ну, на берег свозит. Корабль-то стоит, ему уже осадка нужна там. Я только перешагнул через борт. Называется фальшборт. И сразу начал говорить о Христе. Живем неправильно. Я не мог удержаться. Меня поперли с работы и везде. Но не угнали. Я сам ушел. Ты для Бога. И Бог для тебя. Вот установить надо отношения. Видели, как у нас с тарелкой не ходят. Вот и тут, когда священник ходит, а вот ходит не людей, и не стены, иконы. Положено так. Все. А ты стоишь. А церковь начинает на ней крутиться, махать руками. И надо. Ты пришел для Бога. Старишь. У нас не священник нигде этого нет, чтобы за таинство брать деньги. У нас категорически в уставе записано. Это для него роковая ошибка будет, но он и не нуждается в этом. У батюшки овечек сколько, у охолостовец. Он сам пасет. Матушка у него агроном, была главным агрономом. У нее все в огороде. Огорода 4, наверное. Она говорит, я остановиться не могу уже. Уже надо, не надо. Она осенью раздает морковку. Все, все, все. Вчера мне говорит, морковки много ночи будет, я вам опять дам. А у нас, ну, ребята, тут приходят. Ремонт, да все. Вот так. Надо приглядываться, смотреть. Поэтому мы не боимся в интернете выставлять все. Даже вот эту беседу такая простая. Но вот этого сделать не могут. Или этого сделать не могут. Вот у нас сегодня читали правила там, которые в церкви-то. Приезжают тут и архимандриты, и кого-то, и кого-то нет. Фотографируют, но никто этого себя не может вести. Его свои собратья задолбят. Как так? Деньги не берешь там за хрещение? Полторы тысячи. У нас нет этого. Десятина введена, и все. Десятина святая, божественная. А торговля от лукавого. Не можете служить Богу и мамоне. А почему Десятину в Новом Завете не сказано? Ты не понимаешь смысла Десятина. Это означает, Бог требует свое. Он вложил капитал в этот труд. Он создал землю или нет? Ну да. Ну он дал тебе руки, ноги, глаза, жизнь. Ну вот. А воздух кто дал он? А солнце кто дал он? Ну, ну это больше всего. Ну это ему отдай десятину-то. Он не просит 90%. А только десятую часть. Все кончилось. Я говорю, у нас тут крещение принимал Дмитрий Сорокин с Новосибирска. Ну, такие доказательства были ему. Ей дано. Она так и не поняла. Мать приняла крещение. Он. И говорю, пошли долго. Я уже задумался. То ли что-то неладно там или несогласие какое. Сейчас мы пошли. Долго вас нет. Ну, мы я не знаю, я говорю. Припомнил его. А может быть такое. Может быть. Поэтому женщине надо придерживаться головы. Ты тело. Он глава. А голова повернет, куда шея. А шея чем думает? Куда она повернет? Шея поворачивается от головы. Или голова от шеи. Голова дает команду. Шея повернет. Она даже этого не соображает. Да, моя жена всегда так говорит. А то вот так вот писала. Вот это интересно. Можете прочитать. Да, я читаю. Вопросы? Нет, все понятно. Нету, да? Нет. Ну, а ше делать, например, если священник мне скажет, все, я тебе покрестился там, я тебя не буду причащать. А таких было много. А не потеряли пара. Не нужно ходить в другой храм. А это бы вы ни один, никак. Просто ходить в тот же храм. Проходите, все. Все, ходите. Он тебя выгонять не будет. А он из тебя выходит, потому что это обличение ему. У нас такой был. Человек-то совсем ушел. А другие, которые все это перенесли и махнули рукой, тоже начали причащать и все. То есть основания отлучать нет канона такого. Нет. А они бракодельничают. И вот это безобразие мощения называют крещением. Крещение означает погружение. А тут еще не было погружено, а же пятки сухие. Вот скажут. Не бойся, там написано. Не льсти перед человеком. Он беззаконник. Ты на него должен так смотреть. Но один раз ему скажи, а дальше ходи и молись. Забейся в уголок. Как говорят священник, если так будет делать, то и другое сделают. Практически ни одного случая нету. Например, он взахается. У нас было, приезжала сестра с Германией. Русская. А там вообще священник ее и запретил. Ну прошел какое-то время. Он опять, я поехал в Германию, когда он пришел на встречу. И как будто еще не было. То есть в горечах они. Проверка идет. Ты молодой шли или твердый? А ты твердо, спокойно отвечаешь. Я принял то, что Бог заповедал. И написано, крестил. Я вам креститель. Близзинона, где Бога в воде. Зачем? А Дальнеемных и Филипп оба сошли в воду. Оба сошли. Куда они сошли? Не выйди, никого в креститель в воду, никто не сошел. То есть ничего нет этого. Так. Надежда, вы первые летели у нас. Я? Надежда, вот. Вам надо здесь место выбрать. Где буду вычевать? У нас есть место. У нас три места есть. Вот возьми. А они вам покажут. Сейчас ляжешь и отдыхай. Уставшая. Все. Потом в полчетвертого раз будет. Обед в полчетвертого. Прибрец. Здесь. А вы сейчас 2 часа вскроете? 2 часа сейчас на ночь. Ну а пойдите 2 часа все туда к батюшке. Я был вчера, баш. А, вы? Я пойду к Витру. Вопросов нет. 2 часа. Положи. Если вопросов никаких нету, поблагодарим Бога. Что говорить, когда вы читаете книги? Я не знаю. А что говорить? Боже всемогущий, слава тебе. Гивный Создатель, хвала тебе. Единосущные и раздельные троица, благодарим твое всемогущество за дух святой, дарованной людям, чтобы человек избрал правильный путь. Благослови всех, приготовившись к святому таинству крещения. Восполни мне достающее. Тебя слава за все отец, сын и святой дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христосу. Слава Христосу. Когда вы че не примете, берите сюда. У кого есть, я вам подарю истину православия. А кто хотел новый завет, тут у меня возьмете тогда. А, есть? Есть. Хотел взять у вас еще... У вас... Для Слова Божьего нету. У вас есть? Есть. Можно? Можно. Да у вас же уже есть. Ну, еще ко мне не дошло. Я хотел уже дать показать. Люди спрашивают. Слава эта книга является ключом ко всем книгам. Ну, ключик. Я бы купил в лесу. Я бы купил в лесу. А, не, чтобы еще... А, не, я... 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 Слава, да? А, не, я... Может, пусть...